Всем привет, с вами Мимик, и мы продолжаем проходить с тождью. В общем, девятый день осени, поэтому погнали. Сегодня у нас дождь, по крайней мере, первый день. Да, завтра у нас будет солнце. Сегодня духи слегка возмущены, удача не на нашей стороне, но... Не печалимся, потому что, возможно, на нашей... О, можно, какая-то новая запись. Доброе утро. Я пришла попросить об одолжении. Такое дело, я тут хотела научить козочек своих говорить привет, но они внимания на меня не обратят, если у меня с собой нет их любимой пещерной морковки. Ну и вот, в шахту-то я спускаться боюсь, если тебе лишняя такая... Если тебе лишняя такая пещера попадется... Я думал, какая-то печатка. Нет. Занесешь ее мне? Я не настаиваю, но если вдруг решишься, заходи ко мне между девятью и пятью вечера с пещерной морковкой. Ты очень обрадуешь старушку пока. Слышь, старушка, ну лицо, блин, ну какая же она старушка? Алло. Ну типа там, да. Глупое задание на самом деле, потому что, во-первых, можно было просто письмо прислать, потому что другие же просьбы она присылала письмо. Во-втором, если она пришла сюда, почему нет выбора там дать пещерную морковку? Я бы сразу ей отдал и все. Ну ладно, шлагнула чё-то. Соседушка, когда я не занята с животными, я люблю экспериментировать на кухне. Раз уж мы теперь друзья, хочу поделиться с тобой порой рецептов. Надеюсь, тебе понравится. Светлый бульон, может, не дала. Уважаемый мимик, через неделю на городской площади пройдет ярмарка долины с тождью. Это самое важное событие года. Люди со всей страны подтянутся в наш скромный городок. Если хотите, можете оформить выставочный лоток. Просто приносите до девяти предметов, которые лучше всего покажут вашу талантинку. Оценка выставляется за качество и разнообразие лотка. Ярмарка начинается, ну, понятно. Может, Льюис, хорошо, может, Льюис. Так, смотрим, что у нас созрело. У нас подсолнухи созрели. У нас же... В смысле? Золотой урожай, двадцать пять. У нас семь подсолнухов. Соберите золотой урожай. Двадцать пять. Ноль. Чё? Я же собрал. Больше ничего пока что собирать нельзя. Чё за бред? Далее семнадцать семян подсолнуха. Это хорошо. Мусор попался. Нехорошо. А, в смысле с подсолнухами? Алё. Блин, придётся садить тогда эти. Какие-нибудь там букчё или чё. Почему? Получается пятнадцать подсолнуха надо. Да? Да. Судя по всему. Чё, бред какой-то. Реально бред. Ладно. Семена продадим. Может потому, что он считается цветком. Хотя, ну блин, урожай есть урожай. Какая нахрен разница? Короче, бред. Робин там в дождь, как обычно, фигачат. Курочки. Ну, два сердечка. Нормально. Большие яйки. Таких у нас нету. Ага. Так, так, так. Где у нас? Маленькая. Текс, текс, текс. Во. Красиво. Правда, если бы не было сена. Во. Шикарно вообще. По пять видов получается яиц. Супер. В следующий день мы опустошим силосные башни наши и снова пособираем сено. Заготовим. Грибочки повыкидываем. Блин, ну. Так, а что она там, Марни, говорила? Щерную морковку. Ладно. Щерной морковки у нас много. Вторник. Хорошо, что вторник. Что надо? Можно будет. Сок нафиг не буду собирать. Угу. Это у нас кленовый. Да, кленовый сироп. Самый же дорогой, да, по-моему? Ладно. Ежевику можно собирать. Кстати, надо было бы ее продать. Ну, тоже, скорее всего, копейки стоят. Так же, как и морожка. Каштошка. Там нету ничего. Мажни, надеюсь, не сбежала. Давай пробежимся. Пособираем. Хотя пошли сразу продадим. Ну, точнее, дадим морковку. Срубим деревья, потому что мы качаем. Собирательство. Опа. О, ты принесла пищевную морковку. Спасибо. Какая замечательная. Мне самой почти хочется ее сесть. Почти. Кушай. Я тебе вторую принесу. Надеюсь, дело было не очень хлопотным и очень ценнее в твоей стороне. Да, вообще, как два пальца. Посолит. И снова награду не дали. В чем прикол? Линус не дал. Ну, ему как бы прощается. Ладно, то, что он там ничем не занимается. Там бомжут и так далее. Типа, выживает. Фиг с ним. Типа, окей. А ты-то чего нам награду-то не дала? Охренели. Ладно. Собираем не ежевичку. Червяки. Осенью так вообще незаметно эти червяки прячутся. И мне не нравятся награды, что в основном дают эти смешанные семена как-то. Не везет нам на это все. Как? Здесь ничего нету. Пособираем ежевичку. Это то же самое, что и это, да? Только обычного качества. 25, здесь 35. Снова червяк. Вижу. Шапки пока не покупаем. Снова глида. Пам-пам-пам-пам. Не знаю, что на ярмарку какие-то там 9 предметов откладывать. Ну, посмотрим. По-любому там радужный осколок. Можно попробовать даже 2 принести. Может, что разнообразия такого не будет. Между двумя предметами. Ну, думаю, ценность колоссальная. Ну, поэкспериментируем, так скажем. Можно было бы, кстати, уже ставить на улучшение наши инструменты. Думаю, пора бы уже заниматься такими вещами. Ну, тоже посмотрим. ежевики прям много. В дождь, кстати, неплохо было бы и порыбачить на самом деле. Ну, наверное, на следующий раз, если нам повезет, и осень еще будет дождь, наверное, порыбачим в разных местах, потому что по-любому в дождь будет разная рыбка ловиться. Тебе нормально там прыгать на скакалке в дождь? Смотри, здесь тоже у нас ежевики накопилось. незимний корень с по моему такие есть нам другие бы кожните или что там какая-то морковка была ледяная хотела фиг с ним еще здесь кустов собираем конечно в надежде на опыт так ей дорубим потому что думаю за твердую древесину тоже неплохо так опыта будет приходить офигенно это тоже можно смотреть но это я так предполагаю может я ошибаюсь все мелкая напрыгалась смотри можно же простудиться прыгать на скакалке блин в дождь еще и осенью окей здесь мы пособирали морожки уже блин 4 вечера лея здорово здорово лея как тебе как дела у каждого есть свой уникальный интересный взгляд на жизнь я верит он ли в это или нет ты так не думаешь чё правда мнение некоторых людей просто не могу уважать нужно всех уважать я забыл что нам нужно идти за место подсолнухов покупать вещи блин успеем мы нихрита не успеем чувак чувак стой так я не знаю на самом деле букчой потому что четыре дня 15 штук может за него буду давать золотые эти качества потому что я бы хотел бы на самом деле снова же садить о морожка смотри ой точнее ежевика намного больше стоит чем морожка может тогда и ежевику можно будет разберемся положить в эти в джемы так черная слива вот чего мне сейчас хочется пожалуйста занесите мне кто-нибудь пьер ага фишка в чем пьер что не работает по средам поэтому мы к нему не сможем занести может он конечно где-то там быкует просто возьмем квеста там посмотрим черная слива это же с осенней вот эти вот осенние дикие ягодки где у нас весна лето осень да черная слива по-моему уже мы кстати находили прошлой или позапрошлой серии ну поглядим продадим сегодня ежевику посмотрим сколько она стоит 3000 значит может и надо было бы ее собирать а не игнорировать если она там дорого довольно будет стоить что хавать там и в любом случае морожку будем думаю до следующего до следующий сезона морожки мы диету то еще не дохаваем поэтому это будет хорошо собирала им коральчики а 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 кстати полазить по мусорным баком а а а что она так улетела ну ладно и в принципе возвращаемся и можно дочистить а вот здесь кстати можно зарубить тоже эти деревья все можно продолжать чистить наш нашу ферму деревьев камней можно что-то переставить из вещей не знаю на самом деле как что лучше ставить как то думал думал об этом но еще не придумал потому что правая часть где то мусорный бак вот этот не знаю как там может красиво все тоже расположить какие вещи и возле пруда так здесь зайдем собирай кустики правда здесь всего два куста из пяти а нет он внизу еще лол тук 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 кстати джемп сделался давайте ради эксперимента замутим это так джемп продадим он хмель кстати он уже созрел застрел печально конечно задание взяли нас ограничивают довольно сильно так здесь ничего у нас нету да вот черная слива возьмем ее с просто с собой потому что если будет где-то там пьер ходить то мы ему отдадим если нет то и пошел он в принципе пень здесь все повыкладываем ботат кстати это же у нас тоже осенняя приколюшка откуда он у нас ладно кристальный фрукт что там нам кстати надо не хозяйственную зелок осенний кукуруза есть ботат есть тыквы тыква должна созареть ну а сколько она там 13 дней или плюс-минус сколько делается замутим здесь здесь нам зимний корень кристальный фрукт кристальный фрукт у нас крокуса нету и снежного ботата нету где да не вижу нигде ну и в принципе да ладно семья красного дерева уже по-моему здесь оно еще нет здесь я не вижу ладно ботат выложим ежевичку тоже выложим что там нам надо до этих семян осенних шампиньонов в принципе можем разочек сделать дикие семена продать ну ладно их снимем сюда выложим так здесь рубим дерево хорошо так же уберем угли выжигательной печи потому что я бы тоже хотел бы куда-нибудь сюда поставить раз-два так три вот так вот раз-два-три наверное сюда вот поставим вот думаю неплохо как раз здесь мы слиточки мутим кстати давайте переплавим еще медь и можно в принципе зарядить угольной печки потому что дерево тоже полно вот с углем у нас и да как то так нифига себе у нас да закуски а давайте кстати посмотрим делаем вот такой вот еще раз фишку что нам делать с этими семенами не знаю может лучше или переработали закуску хотя закуска по-моему стоит копейки либо может по отдельности продавать семена и можно там где поезд которого нету поезда туда засадить висели с деревьев и будет мне кажется красиво робин успокойся потратим немножко энергии потому что можем да пазар настало конечно когда не занимаешься ничем частью фирмы места конечно здесь полно еще поэтому попридумываем много всего интересного здесь он смотри деревьев прям вообще накидано жесть ладно фиг с ним пошли спать да задание конечно все таки я порой не понимаю блин ну урожай же подсолнухи все равно но в какой-то степени это тоже урожай почему они не идут какие там не озерные о собирательство смотри 9 9 уровень собирательства супер новый рецепт изготовления походная кухня какая-то и то там дождя ну то там дождя это видимо чтобы вызывать дождь логично вот походная кухня не знаю что это такое облюдим облюдим подсолнухи неплохо стоит светлый тут понятно ежевика 22 монеты а морожка по моему 5 монет или что такое джем посмотрим в любом случае здесь семена подсолнуха ну короче по цене это все говно полевая закуска типа мы тратим 40 монет получаем 20 тоже невыгодно то есть эти семена и полевые закуски ну бессмысленно ладно ладно в общем он такой вот у нас скучноватый ну как задание с пещерной морковкой выполнили и собирательство апнули как раз уже с фермерством у нас сравнялись ну фермерство по-любому у нас будет быстрее прокачается вот собирательство нужно тыкать и тыкать ладненько а ладненько давайте посмотрим по крафтам вот поливая закуск кухня разожгите костер и готовьте на природе интересно три угля довольно дорого готовить такое себе тотем дождя твердое древесина трюфельное масло и сосновая смола пять штук жесть используйте его чтобы сильно увеличить вероятность дождя на следующий день одноразовый предмет а еще и сильно увеличить то есть не стопроцентный шанс сосна сосна ладно ладно подумаем подумаем насчет этого как сделаем ладно небольшой перекур и приступаем к десятому дню окей продолжаем посмотрим по телеку что у нас завтра будет ясно и солнечно предсказания духи нейтральны вот ставь телевизор обратно королева соуса у нас уже было доступно доступен этот рецепт ладно смотрим что у нас созрело ммм букчой 0 из 25 у нас получается 6 букчоев да вот букчой работают урожай здесь не написано что он урожай овощи злаки подсолнухи как цветы в общем странно как ну как обычно как обычно эти задания немножко или немножко странное ладно в любом случае пересаживаем растения блин сегодня среда мы сегодня у пьера снова не сможем затариться котера не вижу пшеница пшеница у нас тоже созрела блин мы не сможем закупиться пшеничкой а пшеница кстати работает да и пшеница работает правда не посмотрел но там явно значит 4 золотой пшеницы у нас было ладно ладно собираем все сено чтобы опустошить наши силы с на башне чтобы опустошить наши силы с долго это конечно делается но довольно важно и нужно хорошо где наш наша котера кстати дождь был без а вон котера спит дождь у нас был без грозы поэтому аккумулятор нам не дали обидно о хлев хлев готов хлев это довольно хорошо ну по теории вероятности конечно мажни нам как обычно ничто не продаст из животных так курицы я гладил этого я гладил ладно выложим букчои не так как то так а где наши другие букчои и все продал или что ладно фиг с ними черную сливу мы взяли продолжим собирать ежевику может не целенаправленно но все же хотя ну если 9 уровень так долго качался то 10 наверное еще будет намного намного дольше качаться поищем пьера между делом может он где-то будет чудовище известно как малыш кальмар нарушает баланс стихии я бы хотел не человека который спасется в шахту убьет две штуки смотрю не знаю что за кальмары давай давай сходим джу 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 маш может там купим семена семена кукурузы есть джу джу кола так обои украшать стены в одной комнате сетильник интересно баклажан пшеницы кстати есть по-моему дороже сколько на две двадцать четыре штуки купим в любом случае надо засадить и букчой 62 поскольку нафиг с ним там нам надо одиннадцать штук по-моему все ради задания все ради задания поэтому выбираем пошаримся в мусорных баках дек малой посмотрим может пьер где-нибудь надумает побегать выйти из своей хаты чтобы мы бы отдали ему бы черную сливу и выполнили бы задания как-то с пляжем не густо а мы шумажник кстати хотели купить коровок или кого мы то можем мутить блин это бы было жестко ежевика я тебя видел было жестко на секунды позже и нас бы спалили что мы лазим по мусоркам мажни здесь это хорошо формы прочее дм курица и кроу взрослый кроу дает ежедневно молоко для дойки требуется подойник живет в хлеву полторы тысячи за крову давай возьмем одну ну выберите хлев максимус о боже бандит душа анфиса ариша марта буренка ну буренка пускай буренка еще нет также я здесь видел обогреватели какие-то с ними вашим животным будет теплее веселее зимой обязательно купим давайте сразу поставим также есть какой-то подойник с него можно доить ваших животных возьмем видимо понадобится ножницы пока что нам не нужны просто поставим потому что можем и пойдем в шахты потому что лазить кстати что у нас с сиропами нет и от курицы лазят тогда получается если у нас есть задание на вот эту вот фигню то тогда нам нужно еще и намутить себе асока сделаю один сундук сделаю один сундук хотя у нас снова же были там вроде бы удобрения ладно выложим кусочек тоже выложим ежевику хотел убрать морского ежа тоже нафиг отсюда это уберем черную сливу обратно выложу потому что пик с ним засадим все пшеницей еюшки и давай смотреть где наша а вон она буренка буренка дитя у нас дитя у нас же бренка смотрится вокруг опасливо она привыкает к новому дому явно мы сейчас пока что ее доить не сможем блин сеной надо было ну хотя фиг стим оставим оставим наверное сюда подойник выложим обогреватель сюда его включать как-то не как-то не нужно не нужно ладно где сено собирается котяра муравки муравки спит ладно все хорош потому что это дело такое начнешь сено добывать и вообще не остановишься обогреватель здесь я даже не знаю вот сюда поставим ладно с этими делами мы справились поэтому погнали надо было бы со всякими там у робин мару побазарить ладно в следующий день побазарим или вас рубим потому что видим потому что можем на каком мы уровне шахты закончили я не помню что там кстати с линусом вроде бы не падает отношения не знаю даже как как у нас диметриус Себастьян пошел нахрен Себастьян ладно за гномом мы потом побазарим я бы хотел бы пойти и начать добывать золотую руду потому что хочу все таки инструменты начать улучшать начать как себе долго бьем и лестницы не золотая руда я не вижу и так и мак убиваем треугли отдал супер нет лестницы нет что-то к сожалению эх чудовище ну ладно боевые навыки тоже качать нужно нету какого-то жесткого слайма кстати на этом этаже блин урон они вносят тоже прям хороший так скажем блин пошли нафиг жесть чуть не завалили гады а вон смотри снова у него непонятно в общем может не успел может надо было быстрее завалить его появляется спуск ниже ладно фиг с ними с этими смайлами с лаймами точнее смайлами грибочки стой все равно шубью обычный фиолетовый гриб жалко да да помри уже хп бы как повысить максимум и защита вот в чем вопрос якс ищем спуск не повезло если бы был золотой фиолетовый гриб то мы по-любому бы на ярмарку оставили бы мак мак мажора это не везет давай короче выйдем просто так и пойдем сотовый уровень две золотые руды лестница ниже чего лестница лучи ай блин как же они пробивают так стоим не увидел этого года ужас ужас какого хрена вы так сильно меня пробиваете вроде ботинки у меня оружие ничего не сделал то ё-моё подумаешь хожу там золотую руду добываю вас убиваю о ок ок спускаемся ниже стреляющая гады так слайм да пошли вы нахрен хорошо один рубинчик а чувак чё ты там чё с тобой у нас же кстати квест на каких-то там кальмаров которых не видно ок копашки вот тут видимо нет ладо копаем тогда просто так ок Вот, лестница. 11 хп сносит. Мне 17, так, хаваем. На всякий пожарный. Одна, погнали собирать грибочки. Так, а вон у лестницы, кстати, это запряталось за бочкой. Здесь ничего нет, а? Там этот. Железный хренью. Пошли его убьем. Правда, далеко бежать. Родни. Роди одного пацанчика. Ну ладно, 104 левел. В следующий раз продолжим со 105. Этот золотой гриб, я не знаю, лучше ли он фиолетового. Воспользуемся вагонеткой. Ничего не является. Вроде бы. Штаны с золотой рудой. 12 штук. Блин. У нас там она. Вот здесь золотых слитков. Вроде бы тоже неплохо. Это получается солиде. Там сколько? Пять надо. Возьмем так. Возьмем, наверное, все-таки живоды. Завтра тоже. Типа этот. Поразрушаем. Поразрушаем. Много довольно хлама. Поэтому давай поставим на переплавку просто золотую руду. Тебе выложим. Точнее, не сюда даже. Сюда. Грибочки. Грибочки. Ладно. Все, заканчиваем. Хотя распит. Восьмой уровень горного дела. Неплохо. Сможем изготавливать мега бомбу. Но, как мне кажется, лучше их покупать. В любом случае, посмотрим. Золотая руда. Да, не слиток. Именно руда. Еще и эссенции эти нужно фармить. Поэтому лучше, по-моему, просто нафармить бабло и купить. В общем, ладно. Такой вот у нас копательный. Десятый день. С ними можно поболтать. Нифига можно. И смотри тоже. С помощью квестов вырвалась к нам Марлот. Надо. Да, поэтому в любом случае. Ну, по крайней мере, горное дело тоже потихоньку добирается. Боевые навыки вместе с рыбалкой. Возможно, сегодня порыбачим. Но, в любом случае, сначала у нас перекур. А потом уже разбирательство с остальным. Ладно. Не хочу я особо отдыхать. Поэтому погнали. Сначала, как обычно, телек. Завтра будет солнце. Сегодня духи очень рады. Ушел домой без целого мешка удачи. Видимо, не зря мы сегодня желудо будем разбивать. Дары земли новые. Рыба дня. Лосось. Лосось возвращается на перестилище, чтобы отложить икру. А это значит, что в реках их сейчас полно. Застать их можно только осенью. Так что торопитесь закинуть удочку. Лосось возвращается на нерестилище. Ободолчить реку. Лосось. Ха. Интересно. Интересно. Ладно. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас много всего. Золотые слитки собираем. Урожай. Урожай тоже полно. Я бы сказал, прям полнище. Собираем наших креветочек. Креточек и мусора. Выкладываем. Нас там сколько было? Ди... О, двадцать пять уже. Хорошо. Ботат созрел. Получается... Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать тоже. Ботат. О! Золотой урожай собран. У нас еще восемнадцать дней. Супер. Значит, одиннадцать. Садим подсолнухов. Хмель, кстати, снова созрел. Просто жесть. Это мы выкладываем. Тридцать четыре. Давай просто двадцать пять золотой кукурузы. Отдадим пьеру, да и все. Ботат. Он у нас один только. То есть, все у нас до пять и шесть. Это одиннадцать штук. У нас ни одного обычного ботата не было. Блин, мне, конечно, ботат не помешал бы. Ну, после букчоя, наверное, посадим еще ботата. То есть, получается, до узелка нам нужна только тыква. Что-то я хотел еще сделать. Почему у меня медная руда, кстати, с собой таскается? Я даже не знаю. Грибочки, наверное. Такие вот просто продадим. Водоросли оставим. Пускай пока что здесь. Хмель. Собираем хмель. О, виноград созрел. Куча всего. Просто куча всего. Так, виноград. Может, не надо было хмель садить, а может, сделали бы винчик. Ну, ладно, в следующий раз сделаем винчик. Как много у нас винограда. Да, я так запарюсь все собирать. Вон, интересно, каждый день будет созревать или через день. Ух, супер. Ух, супер. Ладно. Куда нам теперь надо? Я запутался уже во всех делах этих. Грибочки собираем. Фиолетовый гриб. Супер. Не бить. Сундук. Гладим животных. Собержаем. Яйки. Выкладываем. Возьмем сено. Чтобы положить туда вот, в хлев. На всякий пожарный. Чтобы он тоже хавал. Хавал на шебуренка. Фух, ладно. С этим мы справились. Куда, куда теперь? Теперь продадим винограды. Виноград. Посмотрим, сколько он, что там стоит. Сюда выложим. Хорошо. Эти грибочки выложим тоже. Все, погнали в город. Все засадили. Больше ничего не надо. Хорошо. Ежевика, фиг с ним. С тобой. По квестам. Стребитель чудовища. Не знаю, что там за кальмары. Кальмары не попадались. Еще одно задание есть. Сом. То, что нужно, чтобы натереть мои больные ноги. Занесите мне его. Газ 600. Сом, сом. Я не знаю, где сом. Так. Сказал. Вот. Вот задание. Вопросик. Плюм-плюм. Сколько? Две с половиной. О, супер. На следующий день, может, еще какой-нибудь рецепт дадут. Супер. Вообще быстро его выполнили. Что-то нужно? Я не думаю. Опа. Печенье. Хлеб. Печенье, хлеб. Так, здесь не будем. Доска объявлений. Лол. Мы не можем выполнить. Ой. Добрый даже. Ладно. Прим с вами. Улучшаем. Думаю, кирку. Сделаем. Здесь косарей. Давай. А! Я хотел же воды. Я хотел же воды. Разбить. Вейл. Ладно. Давай переиграем этот день. Окей. В общем, я сделал почти все то же самое. Газ. То, что... То же самое все. Затребовал. Так. Мара. Единственное, что я, наверное, куплю вместо подсолнухов. Снова засажу в батат. Вот разочек. Потом уже подсолнухи. Батат. 11 штук. Да, это, конечно, небольшой бред. Думаю. А, в мусорках то же самое. Хорошо. Ежевику потом. Бред, что после того, как мы удали... Удали инструмент, мы не можем просто жода расколоть. Ну, да. Клинт, подлюка ты такая. Твай, Калина, бжода. Так как духи сегодня очень рады, поэтому я решил переделать этот день, как говорится. Пересправить. Ну, хотя что-то по жодам. Не вижу, чтобы прям духи очень рады были. Надеюсь, я не зря это делал. Шлем дворфов у нас и так был. Ну, вот это, по-моему, что-то новенькое. Призрачный кристалл. Так, барабан у нас был. Чё тут лунарит? Древний барабан снова. Ага, глина. Супер. Смоглое же воды. Ну, как-то я надеялся на лучшее. Духи, как обычно, нас накололи. Это же у нас всё минералы, да. Ну, барабаны и шлем мы так уже отдавали. Да, и лунарит там уже есть. Ну, получается четыре. Неплохо. И ни одного подарка. Ага, неплохо, но плохо получается. Ну, ладно. Четыре штуки новых минералов. Такого количества уже тоже пойдёт. Ладненько. Вроде бы всё, что мы хотели, сделали. Поэтому можно, наверное, рыбку половить. Сейчас посмотрим на ракушке. Места у нас, ну, я бы сказал, хватает. Если что, там выкинем известняк. На ракушке вообще не везло. Лосось нам сказали. Что-то там связано с лососем довольно хорошо. Давайте, наверное, половим. Только теперь не здесь, а где-нибудь в речке. Не знаю, здесь или там, где Пенни там стояла. Может, какая-то там приколюшка есть. Здесь можно было бы половить. Кто-то его знает. Опа, кстати. Опа-опа-опа-опа. Пойдёт? Да, как раз. Ну, лосось, по крайней мере, неплохо. Можно было бы, кстати, вон там вот в пруду возле шахта тоже половить. Пузырьки пока что не кончаю. А, блин. Нафига я это сказал? Тигровая форель. Ага, шесть камня. Выловили супер. Ну, сарказм, конечно, что супер. Но, тем не менее, места полно. Поэтому давай здесь в пруду тоже пруд, озеро. Наловим чего-нибудь интересного. Офиг его знает даже, куда забрасывать. Опа, большеродный окунь. Ну, мы его ловили вроде бы. Такс. Вот сокровища я хотел бы половить. Может, надо было какие-нибудь наживки купить. Приманки и так далее. Но, в любом случае, пока что мы чисто все качаем. Со второго года уже начнем досконально изучать ремесло. О, пузырьки появились. Думаю, сейчас просто качаем навыки. Сомик. Сомик это хорошо. Пойдет. Это пассивная рыба. Какой-нибудь головаль. Где? Это не похоже на головля. Хотя. Где? Сомик. Сомик. Три угля. О, еще сундук. Так, одна же вода. Блин, больше места нету. А будем выкидывать, если что-то интересное попадется. Желуды это хорошо, потенциально. Что-то интересное. Что-то хорошее. Так. Мусорку. Так. Снова какой-то головаль. О, нет, смотри. Карп. Еще и сундук. Блин, и наживка. Давай сюда пока что выкинем. Глину уберем. Наживку сюда положим. Я бы, кстати, вот так бы поставил бы. Водоросли нафиг выкину. Блин. Пока там думал. Исчезли пузырьки. Неплохо. Ну, там появились пузырьки. Правда, как туда закидывать, непонятно. Реально получаются какие-то бесполезные эти наживки? Смотри, их вообще не дают. Двойной сбор. Какой там шанс? Блин, 50%? Дорого так стоит, чтобы сделали. Снова нету. М-м-м. Это шампиньоны. Какая-то активная рыбка. О, хорошо, двойка. Пошли, перекинем рыбу. Особо не место и... Чё, придём. Линус, что там, как дела? Можно пособирать ежевичку. Сейчас, возможно, кстати, после 6 вечера будет ещё какая-то другая рыбка ловиться. Это будет хорошо. Что куда нам уложить? Шампиньон. Давай хотя его... Можно просто попродавать. Давай продадим. Потому что можем... Всё нафиг сюда. Выкидываем. А что сюда выкинуть больше? Ничего. Хорошо. Хлебушек печенюху. Говорил или не говорил я, по-моему, после паузы, что я вместо хмеля виноград засунул. Чтобы просто посмотреть, что ж там будет интересного. Парусомиков ставим, карпа оставим. Лососик, кстати, оставим. Это всё продадим. Окей. Поэтому, может, и зря я, конечно, насадил столько винограда. Но, по идее, вино должно быть дороже, чем рель. Может, вообще будет виноградный сок. И мы их поймёшь. Но, экспериментировать нужно. Либо лазить на вики. Либо экспериментировать. Чё, у нас тут пузырьки не появились нигде. Не вижу. Кто-то клюёт. Это у нас Сомик был. Деметриус куда-то пошёл. Блатной такой. Домой пошёл. Харп, эти новые рекорды, кстати, непонятно. Для чего они вообще нужны? Где-то есть какая-то, разве, статистика, какого я там размера поймал рыбку? Не знаю даже. Потому что и на них нигде ничего не пишется. О, более-менее активная рыбка. Пыталась там мансить. Даже вот в коллекциях. А, ну вот лучше улов, кстати, да. Только на что он влияет. Понятно. Нафиг с ним. Мы в любом случае на это влиять никак не можем. Ну, в сундуки перестали попадаться. Печально. Так, Галавли, мне нафиг не надо. Я хочу другую рыбку. Ну, или, судя по всему, здесь ночи на рыбы нету, или она позже будет. Уже тоже нужно будет не забыть, кстати, насчет ярмарки. Подумать, может, давай здесь где-нибудь половим. А, здесь мусор. Ясно. Новое место. Здесь более-менее такая середина. Получается, может, здесь самый лучший улов. Может, это вообще никак не влияет. Ну, хотя, смотри, там мы мусор ловили. Здесь, вон, рыбка. Какая-то максимально пассивная. Ну, да. Рано и радовался. Да, где все эти жуткие рыбы, мне интересно. Которые там просто мелькают туда-сюда. Ну, вот, новый размер сомика. Ну, как-то вообще реально без одного сокровища. Печально, печально. Ну, я под ночь прям вообще наоборот улов должен быть. Идти. Тут какой-то мусор попадается. Он нифига-то резвая. О, вау, полуночный карп. Вау, что-то новенькое. У него такой маленький шанс, интересно. Или время после 11, может, да. Видимо, после 11, смотри, новая рыбка. Рыбку нашли. Ладно, последняя рыбка. Так. Сундук. Тихо. Блин. Блинский. И суброд. Ну, ладно. Смотри, полуночные карпы. Вау. Передивого качества я ставлю. Давай поглядим. Аквариум нужен ли он? Ну, скорее всего, ночной узелок. Нет, нету. И здесь нету осетр. Кстати, где осетра поймать? Ну, озёжный узелок, значит, в озере. И особый. Нет, не нужна эта рыбка никому. Ладно. Ну, для себя мы поймали новую рыбку. У нас, кстати, по коллекции рыбок. Смотри, где-то половину плюс-минус поймали. Хотя здесь вон крабики. Мидия. Устрица. Креветка. Улитка. Литарина. О, вот, кстати, кальмары. Угри какие-то. Ладно. Ладно. Здесь написано, сколько мы выловили. Или... Ой, да, пойма она. Я думал, сколько отгрузили. Ну, где-то половина рыб плюс-минус поймали уже. Остальную половину уже будем полноценно вылавливать. Штучки три, штучек пять. Там, не знаю, может, в пруд какие-нибудь покидаем. Ну, в общем, уже с следующего года будем разбираться. Пока что просто качаем. Выкладываем. Карпика выложим тоже. Здесь навряд ли да какая-то рыба из этого нужна. Пофиг Джи Джи Кола, водоросли. Пускай зуббрут здесь валяются. Ладно. Вот такой вот у нас рыбальный день. Он подошел у нас к концу. Навык. Да. Фермерство. Ю-ху. Десятый уровень. Профессия. Золотые руки. Вы продаете товар собственного изготовления. Вино, сыр, масло и так далее на 40% дороже. Блин, это вообще имба. Ну, мне кажется, с такой имбой мы просто заработаем миллион денег. И нам станет скучно. Хотя не станет скучно. И урожай поспевает на 10% быстрее. Пускай будет земледелец. Потому что это звучит не так имбово. Потом вроде бы есть способ здесь переставить их. И поставим. Поэтому, да. Посмотрим на цены без процента этого. И рыбная ловля. Восьмой. Фак с червями. Опа. Черви можно разводить. Украшенный спиннер. Крюк с бородкой. Крючок. Супер. Ну, все. Фермерство у нас максимум. Смотрим на цены. Виноград, кстати, неплохо стоит. Неплохо стоят. Грибочки. Ну, и рыбка. 281 полуночный карп. Неплохо. Неплохо. Хорошо. Динавок до десятки мы подняли. Ну, его само просто, конечно, качать. Потому что мы так занимаемся. Ну, в любом случае, да. Так, не карто. Я бы хотел посмотреть. Да, бак с червями. Постоянный источник наживки. Черви внутри не нуждаются в подкормке. Ага, мы просто ставим. И все. Вау. Неплохо. Золотой слиток. Железный, твердый древесин. Надо будет, кстати, поставить. Приток наживки постоянной. Это в любом случае хорошо. Хотя она и стоит копейки, на самом деле. Ну, сделаем. Что мы там еще видели? Крючки. Крючок с бородкой. Увеличивает вероятность поймать рыбу. Полоска при рыбалке липнет к рыбе. О. Лучше всего работает на самой... А, на слабой медлительной рыбе. Такой себе. И что там еще? Улучшенный. Искатель. Что там у нас было еще? Спиннер. По-моему, улучшенный спиннер. Просто ткань нужна. Но ткани у нас нет. Ладно. В общем, такая получилась серия. О. Дикольно. Бегает. Заставляем бегать. Хотя мы и так бегаем. Десятый уровень. Фермерство. И супер. Навык обращений с мотыгой, с лейкой. Это хорошо. И рыбалка уже до восьмерки. Тоже хорошо. В общем, увидимся в Малхидио. А пока на этом все. В общем, пока-пока.